Национальная политика в городе, а также развитие экономического и инвестиционного потенциала Магнитогорска. Эти две темы, в числе прочих, обсуждались на очередном аппаратном совещании. Кроме этого, на заседании подробно обсудили итоги работы административных комиссий за 9 месяцев. Подробнее в сюжете Павла Берсенева. С первым докладом выступил начальник управления культуры Александр Логинов. Он рассказал о реализации государственной и национальной политики в городе. В Магнитке насчитывается 92 национальности. Сейчас заключены соглашения с несколькими общественными организациями, представляющими традиции разных культур. Отдельно речь зашла о Доме дружбы народов. В настоящее время там работает более 500 человек, 11 коллективов со званием Народной и Образцовой. Под одной крышей расположились русские, башкиры, татары, армяне, евреи и немцы. Настоящие энтузиасты своего дела, они готовы делиться историей и культурой своего народа со всеми желающими. До конца года мы должны полностью закончить все работы и в этом прекрасном конце вся эта работа должна уже, скажем так, у нас пойти в полную силу. И люди должны использовать этот наш храм, я бы сказал, искусственно, по назначению. Петр Гес, глава администрации Орджоникидзовского района, рассказал о работе административных комиссий. С начала года за незаконный выброс мусора и организацию свалок ими было выявлено более 100 нарушителей и наложено штрафов на 157 тысяч рублей. Борются комиссии с незаконной торговлей. Особую опасность представляют продавцы рыбы, мяса и других продуктов питания. Представление о том, что администрация района выгоняет вахушек пенсионеров с пучками редиски, или с тосками собственной вязки, оно совершенно неверно. Эту категорию мы никогда не привлекаем к ответственности. Более того, городовых представляют такие специальные подки, которые позволяют им торговать более-менее цивилизованных кустой. Далее речь зашла о развитии экономического и инвестиционного потенциала города. Среди задач в этой области создать новые рабочие места, не связанные с комбинатом. В планах к концу 2018 года увеличить данный показатель до 6078 мест. Кроме того, необходимо привлекать в город и новые инвестиции. Мы ставили для себя задачу по итогам 2017 года с учетом 2016 года привлечь 53 миллиарда инвестиционных денег. На сегодняшний день, на 1 ноября, уже привлечено 63 миллиарда. И задача на 2018 год привлечь инвестиции в основном капитал 80 миллиардов. В завершении аппаратного совещания Сергей Бердников рассказал, что парк Увечного огня уже готов принимать отдыхающих. Хотя накануне в этом месте произошло ЧП. Несколько вандалов решили устроить настоящие автогонки. Как итог, поврежденные пешеходные и велосипедные дорожки, ливневки и бордюры. Тем не менее, мы все восстановим, конечно же. В ближайшие дни восстановим. И, как я уже сказал, пользуясь случаем, хотелось бы пригласить всех жителей города в парк погулять, посмотреть. Павел Бресенев, Владислав Гусев, телекомпания АТВИМ.